И я сейчас даю плачу представителям Российской Федерации. Ваши попытки представить Косово лучом и образцом демократии на мрачном фоне окружающих края автократий могут вызвать, ну, разве что, саркастическую улыбку. За полгода, прошедшие со времени предыдущего заседания Совета Безопасности ООН по Косово, ситуация в крае значительно деградировала. Причины прежние. Стремление так называемых приштинских властей установить полный контроль над сербо-населенным в северном крае. В апреле Приштина привела к власти в четырех неалбанских муниципалитетах своих ставленников, избранных на псевдоголосовании, которое бойкотировало сербское население. Несмотря на мизерную явку в 3,47%, обеспеченную за счет представителей албанского меньшинства, Соединенные Штаты и Евросоюз признали выборы состоявшимися. Прямым следствием стал фактический захват административных зданий новыми так называемыми мэрами в сопровождении косовского спецназа, что привело к серьезному всплеску насилия в конце мая. Особенно нас тревожит то, что ведомые НАТО силы для Косово на сей раз, по сути, выступили заодно с косово-албанскими силовиками. Именно персонал СДК попытался разогнать косовских сербов, мирно протестовавших у здания администрации муниципалитета Звечин 29 мая. Этим воспользовались косово-албанцы, открыв огонь по гражданским лицам из автоматических ментов. С обеих сторон пострадали десятки людей, лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Запад на словах осудил чрезмерную самостоятельность Альбина Курти, одобрил некие дисциплинарные меры. Однако они носят лишь показной характер. Реальность на севере Косово стала весьма суровой. Это практически ежедневные акты устрашения, аресты сербов, нападения на людей и их собственности. С момента прихода к власти ультра-националистического движения самоопределения в 2021 году совершено 420, а сейчас еще и больше, этнически мотивированных нападений на сербов. Особенно поражает воображение случаев варварского сожжения домов, возвращающихся в край беженцев. За последние месяцы произошло по меньшей мере два подобных инцидента. По-прежнему не урегулирован спор вокруг монастыря Высокий и Дечин, которым безосновательно отказывают в праве собственности на прилегающую территорию. Продолжилось и произвольное отчуждение принадлежащей сербам земли на севере края для обустройства там опорных баз косовской полиции. Сейчас северные районы Косово находятся в фактической блокаде. Запрет на ввоз товаров из центральной Сербии подводит ситуацию к гуманитарной катастрофе. Не хватает вакцин для детей, в том числе новорожденных, лекарств для онкологических и других пациентов. На исходе запаса кислорода в больнице Косовской и Митровице. Об этом сегодня говорил премьер-министр Сербии. Все вышеперечисленное выставляет Приштину в весьма неприглядном свете. Для того, чтобы переключить внимание, а заодно возложить ответственность за происходящее на Белград, мусируется инцидент, который произошел на севере края в населенном пункте Баньска 24 сентября. В результате погибли три местных сербы и косо-албанские полицейские. У нас много вопросов по случившемуся. Прежде всего, неизвестно, почему самоустранились международные присутствия. Ранее в подобных ситуациях патрули миссии ЕС в области верховенства закона, а также подразделения СДК оперативно направлялись в зону напряженности для разделения противооборствующих сторон и запуска переговорного процесса. Теперь же ситуация была всецело отдана на откуп косо-албанцам, что и привело к трагическому исходу. Примечательно и то, что в день инцидента на Западе решили не дожидаться первых результатов расследования и сразу назвали событие отвратительным и ужасным терактом. Косо-албанцы взялись распространять дезинформацию о том, что их полицейский был якобы застрелен сербами, поддерживаемыми из Белграда. И лишь впоследствии они вынужденно признали, что тот пострадал от детонации взрывного устройства. При этом прекратившие сопротивление сербы были убиты не в ходе перекрестного огня, а выстрелами в упор. Словом, налицо попытки оклеветать Белград. Попытки опасны тем, что Приштина получает кармбладж на усиление репрессий против сербского населения края. Убеждены, что если этому произволу не положить конец, последствия могут быть исключительно тяжелыми, вплоть до возобновления вооруженного конфликта. На тенденцию к открытому противостоянию указывает и нелегитимное преобразование приштинских сил безопасности в квази-армию, их снабжение современными вооружениями и военной техникой, подготовка косо-албанского персонала на американской базе Бонстилл, которая изначально была предназначена для ровно противоположных миротворческих задач. Про то, что данные шаги самым грубым образом нарушают резолюцию Совета безопасности 1244, западные оружейные доноры предпочитают не вспоминать. В данном контексте показательно также и то, что Приштина декларирует преемственность между полицией и освободительной армией Косово, террористической организацией, лидеры которой, включая Хашима Тачи, в настоящее время проходят в качестве обвиняемых по делу о тяжких военных преступлениях в специализированном судебном органе ГААГИ. Рассчитываем, что эта структура не повторит ошибок Международного трибунала по бывшей Югославии и все виновные понесут заслуженные наказания. В данном контексте красноречивый отказ Приштины, вопреки решениям суда в ГААГИ, выплачивать компенсации жертвам преступлений боевиков освободительной армии Косово. Потакание со стороны Запада лишь разжигает великоалбанские амбиции квази-премьера Курти, выходящие далеко за пределы края. Он пытается дестабилизировать регионоцентральный сервий с мусульманским населением, поощряя центробежные тенденции в Северной Македонии. А имеющие хождение карты Великой Албании затрагивают также территориальную целостность Черногории и Греции. Господин председатель, обращаем Ваше внимание на то, как в этих условиях западные страны разрушают международно-правовые основы регулирования. Посредники из Вашингтона и Евросоюза неуклюже выдают ущемляющие сербов однобокие схемы за успешный компромисс. Пресловутые соглашения о пути к нормализации, пренебрегая коренными интересами Сербии, требуют признать суверенитет Косову. Вдобавок ко всему, это подается так, как будто не существует ни резолюции 12.44, ни брюссельских соглашений, а процесс нормализации начался лишь с устных договоренностей от февраля-марта этого года. Параллельно с этим продвигается заявка края на членство в Совете Европы. Косоварам также обещано, что в 1 января 2024 года вступит в силу визовая либерализация с Евросоюзом. Очевидно, что абсолютное потворство Альбину Курти со стороны его менторов позволяет ему безнаказанно саботировать свое безусловное обязательство по формированию сообщества сербских муниципалитетов Косово. В Причине заявляют, что идея сообществ сербских муниципалитетов якобы мертва. В то же время призывают, чтобы разработку устава сообщества возглавил Вашингтон, который категорически против предоставления сербам Косово каких-либо исполнительных полномочий. В этой связи хотели бы подчеркнуть, что пока не будет создана ССМК в его исконном виде, говорить о безопасности сербского населения в крае невозможно. А без этого не мыслим и поиск надежной устойчивой развязки. Первоочередными же шагами по деэскалации должны стать вывод Косово-Албанского так называемого спецназа из северных районов края, демонтаж его пунктов базирования и благопостойки. Необходимо также возвращение к мандату со стороны СДК, четко определенному резолюции 1244. Заданные этим основополагающим документом международно-правовые параметры поиска устойчивого и справедливого решения по Косову не имеют альтернативы. Оно должно быть приемлемым для Белграда и получить одобрение Совета безопасности ООН. Неизменно востребована деятельность миссии ООН по делам временной администрации в Косово при сохранении ее кадрового и финансового потенциала. Обращаем внимание, что до сих пор не привлечены к ответственности Косово-Албанцы, причастные к задержанию 28 мая еще 2019 года сотрудника ООН Краснощекова и нанесения ему тяжких телесных повреждений. Еще один сотрудник миссии Антонов 31 декабря 2021 года противоправным решением краевых властей был объявлен персоной Нонграды. В отсутствии адекватной реакции, повторения аналогичных шагов применительных персоналу ООН в других уголках мира – лишь вопрос времени. Недопустимы попытки вычеркнуть косовские досье из повестки Дня Совета безопасности. Помним пробросы некоторых наших коллег, которые пытаются убедить Совет, что в Косово, дескать, ничего серьезного не происходит. Ситуация там больше не является вопросом мира и безопасности. А тематические заседания Совета следовало бы проводить один раз в год вместо двух. Как потом развивались события в Крае в сентябре, нам хорошо известно. И регулярное обсуждение ситуации в Косово в нынешних условиях должно оставаться на повестке Дня Совета. Благодарю вас.